Итак, не секрет, что распределительные сетевые компании обслуживают множество зданий. И мы говорим не о тысячах, а о миллионах потребителей, которым нужна электроэнергия. Все эти здания или домохозяйства расположены на огромной территории. Постоянно контролировать эту сеть задача не из легких. И совершенно очевидно, что на любом участке этой линии может произойти обрыв. При этом без электричества останется огромное количество предприятий и людей. Представим, что на улице Парковой произошел обрыв проводов. В диспетчерскую тут же начинают поступать телефонные звонки. Диспетчер связывается с электриками. Нам сообщают об аварии на улице Парковая. Люди продолжают звонить, и пока неизвестно, где произошел обрыв. Отправляйтесь на место и локализуйте проблему. И вот аварийная машина выезжает к месту аварии, устраняет проблему и сообщает диспетчеру. Да, похоже, что около 150 домов оставались без электричества в течение четырех часов. После чего электрик заполняет отчет о проделанной работе. Указанная им информация учитывается в коэффициенте надежности системы электроснабжения, и его рабочий день завершен. А нельзя ли более точно определять место обрыва линии электропередач, спросите вы? Что ж, у нас есть карта и автоматизированная система управления отключениями. Но проблема в том, что длина электросети может составлять сотни и сотни километров, и распределительной компании приходится отключать и вновь подключать тысячи потребителей каждую неделю. Поэтому конфигурация сети постоянно меняется. Карты обновляются лишь пару раз в год и далеко не всегда отражают реальную ситуацию. Так что телефонные звонки — это, пожалуй, лучший способ узнать, что происходит. Но теперь мы нашли новое решение этой проблемы. Теперь карты ARGIS получают данные, поступающие в режиме реального времени из системы, специально созданные для обработки больших объемов данных. И это PySystem. Любое устройство, считывающее данные, может отправлять их в PySystem, которое передает их дальше в ARGIS. Теперь, если где-то произошла авария, все здания, оставшиеся без электроэнергии, подсвечиваются на карте красным цветом. Опытные диспетчеры сразу же определяют причину сбоя и сообщают, «Очевидна проблема с предохранителем, вот здесь». Теперь можно отправлять аварийную машину на пересечение улиц Парковая и Садовая. После устранения проблемы электрикам нужно лишь удостовериться, что соответствующая группа зданий вновь подсвечена зеленым цветом на карте, и они могут уезжать. И что еще лучше, теперь мы можем просмотреть исторические данные. Возьмем ту же самую ситуацию, смотрите. Первым оказался без электричества вот этот район, после чего по цепочке отключились два соседних. Мы можем увеличить область, где находится неисправный предохранитель, чтобы выявить проблему, которая и привела к сбою. Теперь становится ясно, что коэффициент надежности системы энергоснабжения в данном районе нуждается в пересчете. Давайте взглянем на историю проблемы. Это уже шестой случай в этом районе за год, когда происходит обрыв проводов. Этого вполне достаточно, чтобы принять решение о прокладке подземной линии электропередач. Именно в этом и заключается эффективность и удобство интеграции ARGIS и Pi-System, возможности использования многослойных карт, карт в режиме реального времени, карт, позволяющих отображать исторические данные. Такая система позволяет прогнозировать и предупреждать возникновение аварий в электросетях. И все это стало возможным благодаря сотрудничеству ESRI и OSISoft, сумевших объединить пространство и время. Субтитры создавал DimaTorzok